Всем привет! Мы находимся в часовом салоне All Time на Трубной и в этом выпуске поговорим о подарках дорогому человеку. Ну что, поехали! И начнем с интересного решения от бренда Longines. Так, на французский манер, на швейцарский, конечно же, манер. Longines – это тот самый бренд, который с момента своего основания в 1832 году базируется в швейцарском городе Сен-Имьен. Его первый владелец начинал сотрудничество с частными мастерами-часовщиками, которые работали на дому. В 1866 году он приобретает два здания в местечке Le Longines и собирает под одной крышей всех часовщиков, которые работали на его мастерскую. Итак, в 1867 году вместо десятков кустарных производителей появляется мануфактура и фабрика, которая называется Longines. И они применяли самые передовые технологии того времени. В 1905 году, кстати, Longines запустили выпуск первых наручных часов. Невероятно, но факт. Часы этой фирмы носили Шанель, Эйнштейн и даже Сталин. Итак, безель идет с керамической вставкой, которая имеет свой неповторимый блеск, как, собственно, и все так называемые позолоченные элементы. Поэтому что-то, что напоминает нам о том, что это дайверы. Вращается здесь безель. Ну, вращается достаточно легко. Вот. Ты вращаешь его, он так стрекочет, как будто ты за счет вращения безеля заводишь эти часы. Но нет, есть отдельная заводная головка, которая закручивается и имеет еще характерную защиту двух сторон. Поэтому здесь говорим о том, что это часы, ну, такие прям достаточно защищенные и для активных людей. Ну, и, безусловно, это часы для того, чтобы нырять. Здесь водозащита 300. Поэтому не бойтесь нырять, ныряйте и получайте от этого процесса безусловное удовольствие. Что касается вопроса наглядности. Да, здесь есть, ну, и безель, конечно же, и большие крупные цифры 12, 3, 6 и 9. А, тройки нету. Тройки нету. Здесь вместо тройки как раз находится окошко с датой. Общее ощущение, конечно же, такое, достаточно динамичное. То есть для людей, которые ведут активный образ жизни, это не классическое такое офисное решение, а вот пятницу, субботу, воскресенье, праздники. Ну, или же, если вы именно человек такой с брутальной ноткой, то вот такие часы точно прекрасно подойдут. Ремешок каучуковый, с одной стороны, для того, чтобы не отягощать, и без того достаточно тяжелые все-таки эти часы механические. Но при этом, при всем, конечно, еще и для того, чтобы они прекрасно садились на водолазный костюм. Поэтому здесь не будет трения. А если присмотреться на каучуковый ремешок, то здесь есть тиснение, как будто бы это миланское плетение. Пустячок, а приятно, достаточно стильник смотрится. Механические часы с автоподзаводом. Запас хода здесь 72 часа. И частота полуколебаний 25200. Калибр свой собственный L'Anjine L888. Магия цифр. Продолжаем выбирать подарки для дорогих людей. И часы от Александра Шарохова. Играет со временем он. Здесь, знаете, так слегка метафорично скажем. Он играет и со временем, и, конечно же, с его представлением. В данном случае очень винтажная такая вот модель, которая прям смотрится, как будто ей много-много-много-много лет. За счет чего разберемся. Ну и пару слов, конечно же, о бренде. Хотя бренд, конечно, молодой. С 2001 года он известен. Александр Шарохов – это российский менеджер, который переехал в Германию. И там вот как раз-таки в 2001 году создал люксовый бренд часов под своим именем. Все часы абсолютно являются лимитированными. Даже вот здесь сейчас тяжелые часы в руках, и написано сзади 453. Не указано из скольких, но точно понимаешь, что здесь. Есть ощущение того, что даже за счет того, что это лимитированная коллекция, есть четкое ощущение, что это прям сделано для тебя. Может быть, маркетинг. А может быть и нет. Почему бы и нет. Дизайн всех часов Александра Шарохова вдохновлен историей искусства. Огромное влияние оказывают великие русские художники. Здесь вот это чувствуется, есть вот некий изыск в этом решении. Обязательно, кстати, посмотрите в сети различные часы от Александра Шарохова, в том числе и на сайте All Time. Масса всего интересного вы для себя подчеркнете. Ну, а мы рассмотрим именно эту конкретную модель. Очень винтажные часы. И данная модель вдохновлена часами 60-х годов. И вот обратите внимание, абсолютно не случайно. Здесь в районе 12 часов, вот именно 60 минут, выделены двумя цифрами. Ну, и чтобы дальше допомнить композицию, не просто так здесь написать 60, а чтобы все-таки был некий законченный и понятный образ. Чтобы была ясная логика, не просто 60, но еще 20 и 40, ну, для красоты, чтобы создать гармоничность этого решения. Модель называется 60-фри и, конечно же, вдохновлена теми самыми временами. Именно такой дизайн был достаточно популярен в 60-е абсолютно все. Здесь у нас и общее ощущение от циферблата, и стрелки такой, и достаточно интересной формы, как будто такие своеобразные пики здесь представлены. Да, если посмотреть на то, как работает механизм, автоподзавод, это прекрасный калибр ИТА. Но посмотрите, пожалуйста, здесь даже вот ротор вот так вот очень изящно украшен гравировкой. Там даже надпись есть такая, которая, что гравировка выполнена в Альцнау в Германии. То есть указание места производства того самого завода. Ну и дальше все элементы также здесь прописаны, в том числе и порядковый номер 453 в нашем случае. В вашем случае, собственно, тот, который вам в руки попадет. Да, синий достаточно насыщенный цвет, плюс еще и вот это ощущение того, что есть Sunray. И очень приятно, что стрелки такие вот позолоченные, они как раз-таки перекликаются именно с коричневым ремешком. Да и что греха таить, мне коричневый ремешок просто по-человечески нравится гораздо больше, нежели другие браслеты. Поэтому прекрасные часы. Коричневый ремешок, синий циферблат, золотые стрелки. Все гениальное просто. Так, у Эрвы и Сабринаса следующее решение этого обзора. Знаменитый кубинский бренд появился в 1862 году, в тот момент, когда Рамон Фернандес и Куэрвы открыли в Гаване ювелирный магазин. Все началось с ювелирных украшений. То есть, кто откуда приходит в этот мир часовой. Кто-то из соображений механики, а кто-то наоборот из соображений ювелирных украшений. Ну, достаточно интересно будем наблюдать в связи с этим за философией бренда. В 20 веке после национализации производство стало, ну, просто взяло и встало. Такое бывает, в том числе и на Кубе. И спустя 30 лет возобновилось, но уже Швейцарии. И, в общем, это уважаемые швейцарские часы. Вот, собственно, пожалуйста. Была Куба, а стала Швейцария. Несмотря на то, что это швейцарские часы, это часы именно с кубинской душой. Поэтому здесь все абсолютно этим пронизано. Маркетинг? Ну, вполне возможно. Но, с другой стороны, почему бы и нет? Интересно, как у Куэрвы и Сабрину сумели передать философию. У них есть философия медленного времени. Это как в старой Гаване. Не надо никуда торопиться. У нас жарко, у нас сиеста, у нас солнце прямо вот начинает с 10 и до 4. Оно так ярко светит, что мы никуда торопиться, в принципе, не будем. И также медленно смотрим на часы и медленно созерцаем, как это время утекает. Утекает, и ладно. Механические у нас в руках часы с автоподзаводом. Называется Лансдейл Канделла. И эта модель получила свое название в честь традиционного листа обертки сигар. Опять-таки, что-то кубинское здесь появилось. Круглый стальной корпус. И остальное абсолютно все. Поэтому здесь у нас с вами и корпус сталь, и браслет сталь. И даже посмотрите на циферблат. Он с таким вот металлизированным блеском здесь представлен. Но при этом, при всем, ничто не сливается. Здесь как раз-таки идет игра, блеска и матовые фактуры циферблата. На фоне которой достаточно контрастные черные стрелки смотрятся очень даже хорошо. Ну и сам по себе корпус, он имеет продолжение под стальной браслет. То есть, тяжело себе представить эти часы без стального браслета. Да и невозможно поставить сюда кожный браслет. Браслет, кожаный ремешок было бы таким своеобразным преступлением. А и не поставите. А и не получится. Поэтому вот, пожалуйста, остальные часы на стальном браслете. Часы, опять-таки, не очень большие. 40 миллиметров. Но здесь основной, конечно же, акцент берет на себя именно такой, достаточно, относительно массивный, я имею в виду по площади, корпус, который плавно перетекает в браслет. Поэтому здесь вот именно браслет как элемент украшения. Плюс еще и приятное дополнение этой часы. Ну что, поехали дальше. Кэтрин Кук. Радо. Фабрика по производству часов Шлюпентко. Была основана в 1917 году братьями Фритц, Эрнст и Вернер. Вот так вот, пожалуйста. Если у вас три брата, берите, собирайтесь и что-нибудь придумайте интересное. Они переоборудовали часть дома своих родителей под небольшое ателье. Они дали начало компании, которая вскоре станет известна под именем Радо. Большие молодцы. Хотя поначалу дела шли так себе. К концу Второй мировой войны фабрика стала одним из крупнейших производителей часовых механизмов в мире. Не стали поначалу братья заморачиваться часами как таковыми, но механизмы могли делать. Ну, те самые мануфактуры небольшие, которые потом перерастали в большие бренды. Изюминка компании Радо заключается в том, что на протяжении 40 лет вот они как раз таки и делали механизмы для других достаточно крупных брендов. И получилось у них, получалось у них это настолько хорошо. Вот в философии чувствуете, кто-то занимается ювелирными изделиями, а кто-то занимается именно механикой. И вот здесь вот осталось только добавить этой самой изюминки. Осталось добавить внешнего исполнения, корпуса, дизайна и все. Работать все будет, конечно же, великолепно. И вот в 1957 году впервые были выпущены собственные нарученные часы торговой марки Радо, которая радует нас и по сей день. Ребята, друзья, это дамские дайверы. Посмотрите, капитан Кук, но только для девочек. Извините, милые дамы, что так фамильярно. Он немножечко великоват, а не может быть для женских, но с другой стороны, а почему бы и нет. 37 миллиметров диаметр этих часов. Они для мужских уже достаточно маловаты, хотя есть часы диаметром 38, но здесь вот именно этот размер, он, конечно же, имеет значение. Плюс еще и если поставить рядом, положить рядом часы, капитан Кук мужские и вот эти дамские, ну, будет чувствоваться, конечно же, разница. Если где-то за счет того, что это, конечно, дайверы, чувствуется, что мужские, они такие более брутальные, они, ну, это не агрессия, это вот именно динамика, которая там присутствует. Здесь, да, более сдержанные элементы дизайна и здесь в комбинации, конечно же, более женственное. И дело даже не только в миланском плетении, дело, конечно же, в тех кристаллах, из которых выполнены метки. Да и часы, собственно, называются Кэптон Кук Аутоматик Даймондс. Здесь есть и кристаллы, и метки, безусловно, есть безель. Он керамический, он керамический и белый. Вращается безель. Ну, сложно говорить о том, что будут ли дамы в таких часов погружаться куда-то на глубину 100, а именно 100 – это вот защита, такой вот параметр. Но в любом случае, если вдруг вы купаетесь с маской, с трубкой, просто пошли покупаться, то это, конечно же, никаких проблем. Ну и все пронизано еще вот этой темой морской. И морские коньки, они на задней крышке тоже здесь представлены. Сафировое стекло, безусловно, как и всегда. Оно такое вот своеобразное выпуклое, поэтому здесь часы смотрятся как такой своеобразный подводный компас. Продолжим на тему подарков дорогому человеку. Дорогой человек, когда мы говорим про часы, это не только мужчина, безусловно, это еще и милые женщины, дамы. И вот уж, если часы от бренда Радо для дам могут показаться достаточно великоваты, 37 мм, то здесь вот, пожалуйста, 100% дамские часы от швейцарского бренда Титани. Бренд основан в 1919 году. С момента основания, когда в компании было всего 4 человек, 4 человека в компании. Хотя, наверное, для часовой мануфактуры, в принципе, вполне достаточно на момент 1919 года. И поныне компания является частной и не принадлежит ни одному холдингу. Мы такие одни, сказали, Титани. Но дальше вопрос, а где, собственно, такие одни Титани распространяют свои часы? Основным рынком сбыта был выбран Китай. И даже в какой-то момент это были едва ли не единственные швейцарские часы в Китае. Чему китайцы, конечно же, были очень-очень рады. Из-за этого решение часы компании получили весьма специфический дизайн. Ну, то есть, так бытие определяет сознание. Собственно, также еще и аудитория, на которую направлены те или иные продукты. Цветок сливы. Давайте логотип разберем. По-китайски мейхуа. В Азии олицетворяют такие ценности, которые являются для Титани важнейшими, а именно выносливость, жизнеспособность и стойкость. И так или иначе, все эти три слова отражены в часах и отражают философию бренда. И вот именно поэтому с 50-х годов прошлого столетия Титани разработали тот самый цветок, который является логотипом швейцарских часов. Очень популярных по сей день в Китае. Ну и говорим про дамские часы. Здесь прекрасная комбинация цветов. Стальной браслет, стальной корпус и небольшой такой вот очень изящный, позолоченный золотой ободок. Швейцарские механические часы. О том, что они механические, можно даже наблюдать за работой калибра с другой стороны. Он тоже выполнен в таком золотом, медном цвете. 21 камень и 44 часа хода. С одной стороны, циферблат, который выполнен, очень изысканно. Плюс еще позолоченные элементы, плюс еще и кристаллы. Ну, прям дорого-богато. Какие часы выбираете вы? Может быть, для элегантной, милой дамы? Побольше, поменьше, да? Или же для мужчины? Напишите в комментариях, какие часы вам понравились больше, нам интересно. Может быть, о каком-то бренде мы сделаем специальный такой выпуск. Может быть, только от Longines или, наоборот, от Titan. Пишите в комментариях все ваши реакции. Нам интересно, приятно, ценно. И обязательно подписывайтесь на канал All Time. Пока-пока.